Добрый день дорогие друзья! В этой борьбе вполне успешно. Этап был под спринтеров, а спринтеров в казахстанской команде нет на нынешней Джерд-Италии. Сейчас они добираются до своего отеля. Отели, в принципе, происходит ротация по качеству отелей, по трансферам, соответственно, далеко или близко ехать от финала этапа. Все в более-менее равных условиях. Все распаковываются постепенно. Ну и два казахстанских спортсмена постоянно делят комнату. Это естественно, поскольку у них общий язык, общие традиции. Посмотрим, какой будет этап завтра. Тут мы, естественно, ничего не переводим. Хотя большинство версий да. Ну а дальше переходит на итальянское общение. И Максим рассказывает о том, что он собирается смотреть фильм про войну. Заряжает его. Ну, в связи с недавно прошедшим Днем Победы. Это очень новое, что вовремя актуально. И дальше начинает уже постепенно готовиться к этапу, к следующему. И потом отправляется на массаж, соответственно. Массажист у него все время один и тот же, который хорошо знает все слабые места спортсмена. И надо сказать, что у них действительно такое взаимопонимание с полуслова. Это важно. Ну а если надо поговорить и разведить психологическое напряжение, то это тоже чрезвычайно важно. И Аскар, в принципе, очень хороший собеседник также. Ну, рассказывает Максим о том, что что-то произошло на этапе, какие были моменты. Ну, а речь еще идет о том, что вообще-то во время массажа очень неплохо снять напряжение. И можно даже поспать. И если ты спишь во время массажа, то ты восстанавливаешься быстро. Так что с этим тоже все нормально. И Аскар настоящий гений массажа. Ну и тот, естественно, благодарит за похвалы казахстанского гонщика. Ну а дальше, дальше соблюдение диеты, соблюдение режима. Все, как заведенные часы, все для победы, которая является главной целью команды. Победа в генеральной классификации или, по крайней мере, призовое место. Ну и, естественно, наступает ранняя ночь. Вращается с нами Гуров и Дьяченко. Опять обратите внимание, разгружать ноги обязательно. Итак, сегодня еще один адриатический этап. И этап, который может много дробь наломать. Многие, даже Альберто Контодор, говорили о том, что он может стать самым сложным за первый период этой гонки. За первую половину, по крайней мере, спринтеры трепещут. Ну не только трепещут, кстати говоря, но и едут в отрывы. Один только что отрыв, не знаю, сейчас состоялся или нет, посмотрим. Но попытка отрыва была чрезвычайно парадоксальная по составу участников его. Но, опять же, там генеральщиков никого не было, поэтому любопытно, любопытно. Очень хорошая позиция сейчас у Марка Кевендиша. Справится с тем пригорком или нет? 4% понятно, что это Никол Десан Николя. Закрывает немножко правую сторону, блокирует с этой стороны Марка Кевендиш. Если он пойдет под бортик, а справа будет закрыто. Ничего хорошего не произойдет, никого не пускает. Марк Кевендиш на колесо Калисандра Питаки. Считает, что приедет за Лиджетом, как у Христа, за пазухой. В этот момент атакует кто-то из Куикстеп. Но тут же этот кусок нейтрализован. Винтоса, вторая позиция у Винтоса. У Питаки начался выход. Пошел Питаки под бровку. Вылезает Кевендиш постепенно. Включает передачу полегче. Проходит. И все-таки берет свой этап. Дюродо Италия Марк Кевендиш с запасом более длины велосипеда. Был сегодня чрезвычайно агрессивен. Разобижен. Разбередили его все. В этом случае британец максимально опасен. Ну, теперь он может паковать спокойно. Совпадать несколько факторов. Первый фактор. Ну, давайте. Вчера финал. Шумный, эмоциональный. Но и неоднозначный. Почему? Потому что разговоры о том, вообще-то говоря, имеет ли право Марк Кевендиш продолжать эту гонку после того, что творилось в воскресенье, не утихают. Франциско Винтоса, тот самый, который поднял эту тему для обсуждения. Ну, и другие подхватили. Франциско был вчера вторым, и Марк Кевендиш уколол его за это также. Что надо, мол, не языком его атаковать, а ногой. Но, кстати говоря, Винтоса был очень даже достоин как соперник. Ну, а у Марка Кевендиша шестая победа на этапах в Джерджи Италии. И третья всего-навсего в этом году. Супер Марио Чиполлини, известный как знаменитейший спринтер, сказал, что разбазаривает свой щедрейший талант Марк Кевендиш. И что, имея такие данные, выигрывать так мало он просто не имеет права. И что все дело в том, что он слишком толстый, он должен с этим что-то делать. Так безапрессионно заявил в своей дзампатии Марио Чиполлини. В генеральной классификации вчера ничего ровным счетом не произошло. Все остались при своем. Альберто Контодор по-прежнему ведет 59 секунд Константину Севцову. Ну, и все остальные преследователи тоже как выстроились после этны, так и держатся на таких же просветах. Что будет сегодня уже вот это сказать сложно? Путь мы сегодня, дорогие друзья, отправлялись из Торторетто Лидо, финишируем в Кастельфидардо. Это довольно знаменитое велосипедное место, нужно сказать. И здесь отнюдь не одна мастерская по ремонту велосипедов от самых, что ни на есть, народных и даже ретро-моделей до моделей мирового класса. Но это еще и очень интересное место с точки зрения истории, с точки зрения познавательности. У въезда в город монумент вот этот в честь битвы между папскими и пьемонскими войсками. В 1860 году это было в решающей стадии сражений, которые в результате привели к объединению Италии. Одиннадцатый этап. Немножечко в ретро-стиле, естественно, поскольку здесь столько разных гонок великих прошло. Ну, а вы видите, что, соответственно, здесь в каждом городе есть своя гордость. Свой человек, который является местной знаменитостью. В данном случае вот этот вот мастер-аккордеонщик умеет еще и очень много и ремонтировать велосипеды, и сам на них ездить. Лет много, не так много, как старейшим Джиро за Италия. Мы уже рассказывали вам вчера о болельщике, которому 109 лет, и который в добром здравии продолжает следить за Джиро за Италия. В 8 лет он посмотрел первую Джиро, и до сих пор он с этой гонкой, она... И он, наверное, вечен, как вечно эта гонка. Александро Питаки отобрал красную майку Альберто Контадоро, и теперь у него эта майка по полному праву. Ну и, естественно, Джованни Висконти, у которого колено постепенно все лучше и лучше, тоже предполагает попытаться сегодня атаковать, потому что сегодняшний этап подходит под его специализацию на 100%. Белая майка принадлежит по-прежнему Чеху Роману Нойцегеру. Ну а вот Ниболи говорит, что это очень такой волнистый этап, и он будет очень нервным, трудным. Ну и, естественно, это будет сложный этап. Очень многие будут атаковать с большим желанием. И то же самое говорит Альберто Контадор, что в пелотоне, наверное, больше половины будет гонщиков, которые будут желать уехать в отрыв, выиграть этот этап, и перекроить все. Ну а сейчас минута молчания в память о Ваутере Вейланде. Сегодня похороны Ваутера Вейланда, трагически погибшего бельгийского бойщика, погибшего на прошлой неделе, и его гибель стала каким-то знаковым событием, я бы сказал, на нынешней Джериде Италии. Не потому, что, может быть, все определилось с этим событием, а потому, что мы увидели такую реакцию самых разных людей на гибель этого спортсмена, и мы увидели, что человек не звездный, может быть, не настолько, по крайней мере, звездный, может быть, настолько любимая его смерть, настолько, может быть, трагической для миллионов людей, действительно. И многое-многое мы поняли, многое-многое мы узнали о людях, которые его окружали. Сегодня его команда присутствует на похоронах, и она снялась, как вы помните, с Джериде Италии. По почти единодушному решению, просто у пары человек были другие мысли по поводу того, как хотел бы Ваутер, и что можно сделать для того, чтобы наилучшим образом почтить его память, и некоторые гонщики хотели в память о нем выиграть и, соответственно, посвятить эту победу ему. Но все-таки, в общем и целом, команда была в таком разобранном состоянии, что было просто страшно ехать, не дай бог, что-то произойдет. Сегодняшний этап технически очень опасен. Много подъемов, много спусков. Дорога петляет, как и, по сути дела, до самой долины реки По. Вот из этих мест, из марки средняя скорость, несмотря на большое количество подъемов, 42 с хвостиком километров в час. Ну, а что касается попыток атаки, буквально со стартовой команды сразу же пошли атаковать, потому что, собственно, дорога сразу стала забирать в гору. И вот были разговоры еще и насчет того, что, несмотря на то, что сегодняшний этап один из коротких, 144 километра, но он так даст по ногам спринтерам, что их может это укадать просто-напросто. Со старта ехали претенденты на высокие места в генеральной классификации, вплоть до того, что даже пытался отмечаться Винченцу Нибали. Ну, естественно, такие вот опасные отрывы ловили тут же. Не успевали они даже сформироваться. А вот я начинал с того, что... Говорил о том, что очень своеобразный такой отрыв складывался. В один из моментов получилась группа лидирующая, которая уехала почти на минуту, и какой состав, оцените. Отобрались в него вот этот отрыв Василий Кириенко. Понятно, в генеральной классификации человек в двадцатке. И, в общем-то, идет ровно. И вот такие вот рельефы для него. Это семечки. Он способен держаться в куда более крутых горах. Франсиско Винтоса. Все ему мало вчера, как спринтер себя проявил. Финишировал вторым. А вы помните, что Мавистаровский штатный спринтер еще и выиграл этап. А здесь спринтер поехал в отрыв. Так если бы только он один. Другие, кто завоевывал этапы, тем не менее, не насытились. И раздосадованные вчерашним успехом Марка Кевендиша, который состоялся все-таки после того, как его забуксировали наверх на этноу. Подробности расскажу непременно, потому что это, конечно, история такая достойная. Упоминание и анализа. Если даже сам Эдди Меркс в Эльпручессо де ла Тапа сказал, что он об этом обо всем думает. Но все-таки оцените. Опять же, в составе отрыва был Анхел Висиоса. Тоже спринтер, но, в принципе, ездящий в отрывах неплохо. И уже зацеплявший победу на этапе. Александро Питаки тоже поехал в отрыв тогда. Плюс менее известные Франческо Рейда и Марк Урфа Фрапорти. Плюс наш Павел Брут, который, естественно, на таких этапах всегда атакует. Я думаю, что та атака была не единственной и не последней. Плюс Барт де Клерк, который уже полидировал в генеральной классификации лучших горняков. И, соответственно, тоже выиграл феноменально. Ну, не феноменально даже, скорее, а совершенно неожиданно выиграл этап совсем недавно молодой первогодок профессионал. То есть сегодня было полное безвластие. Вначале этот отрыв все-таки поймали для того, чтобы тут же образовался следующий, потом еще следующий. И вот несколько минут назад Иван Ровный достаточно неплохо атаковал. Отметился в тройке сильнейших на одной из горок четвертой категории. И сегодня подъемы только четвертой категории. Дэвид Миллар бросился к нему вдогонку, переложился. И вот Миллара, по крайней мере, я здесь вижу. Если это он. Гард Зелли в этом отрыве. А вот и, кстати говоря... Какой же это? Первый отрыв или второй? Нет, это группа, которая перекладывается. Это группа преследователей. И вы видите, что даже Тиаго Мачаду, человек, которому не везло, включился в эту борьбу. И он, конечно, много потерял, начиная с Астрады Бьянки. И Вячеслав Якимов, спортивный директор Радио Шаг, нам говорил в эфире о том, что, естественно, он все равно не сдается и все равно будет бороться. Ну и вот на таком нервном этапе, конечно, напоминающем очень сильно орденские классики и по темпу, и по количеству подъемов, и, может быть, в конце концов, и по сценарию, может произойти все, что угодно. Смотрим с огромным интересом. Итак, семь или восемь человек уехали в очередной отрыв. Два человека пытаются к ним переложиться. Между отрывом и двумя ближайшими преследователями примерно было 15 секунд. Смотрим, как сейчас все продолжается. Но основная группа находится примерно в 47 секундах. И вот, кажется, они воссоединились, да или нет? Присматриваемся. Российская «Катюша» представлена в этом отрыве. Так же, как и во всех остальных попытках отрыва, тоже был отъезд. Танку, Морено. Вот Морено, как раз испанский представитель российской команды в этом отрыве. Большинство бойщиков представляют здесь Италию. Игнат Коновалова сумел тоже перепрыгнуть сюда. Но всем им портит вот этот замечательный отъезд. Наличие здесь Кристофа Ле Мевеля. Чем он так плох? Плохо ли он работает, плохо ли он тянет? Да нет, совсем наоборот. Он очень хорош. И таким образом мы видим, что его капитан, его учитель во многом, Дэвид Миллер, сумел его катапультировать, сумел построить ему мостик в этот отрыв. Плохо то, что Ле Мевель находится на третьей позиции в генеральной классификации. И это может означать, что если отрыв удачный, и если этот отрыв доезжает с хорошим преимуществом, хотя бы с минутным преимуществом, с небольшим, если он привозит, допустим, плюс Ле Мевель выигрывает, допустим, и берет банификацию, хотя в этой компании не уверен, что у него самый лучший кусок, самый лучший спринт в гору. Хотя, все может быть. Ну и вот, обратите внимание на хитрые такие гримаски на лицах гонщиков Саксабанг Сангад. Это может означать, что они, в принципе, не прочь дать поносить розовую майку кому-нибудь и в этом отрыве с минимальным преимуществом, если это все произойдет. Потому что, конечно, ну, как потиравший руки Скарпони сказал, конечно, не то, чтобы в кадре он это делал, но внутренне несколько злорастовал, да, как соперник имеется в виду. Ну, вот, говорит, хорошо, отхватил Кантадор эту майку настолько рано и теперь посмотрим, насколько боеспособна и насколько в состоянии выжить его команда, которая будет защищать теперь эту майку до самого конца на самых тяжелых и плохо контролируемых этапах. Ну, вот, претензии какие-то у Лимовеля. Лимовель считает, что его попутчики не очень здорово отрабатывают свои смены, но, с другой стороны, этих двоих, или, может быть, наоборот, предъявляют претензии, что никак не дают догнать двум гонщикам, которые могут хорошо тянуть. Мачадо и Нордаук, норвежец и португалец прибывают в первый отрыв. Кантадор же уже позволил своей команде отпустить эту бачку примерно на полторы минуты. И сейчас идет, конечно, отчаянный анализ в техничках. Мы сегодня, такой математический этап, боюсь, что сегодня мы не будем никого из спортивных директоров отвлекать, потому что все-таки сегодня главная задача – это все прочитать и ничего не упустить. Почему математический этап? Соответственно, потому что нужно контролировать, на какой позиции каждый из убежавших, и куда он продвигается в случае удачи этого отрыва, насколько это стратегически опасно, потому что некоторым, кто находится достаточно высоко, можно позволить порезвиться. Вообще это, ну, многие шутят, говорят, что это игра веломенеджера. Вот то, что происходит иногда на таких этапах, и уж никак не скучают спортивные директора, которые постоянно и по радиотур, и, если возможно, по телеэкрану, и по разной другой косвенной информации определяют у кого, какие возможности и кто на сколько уехал, и вот еще почему немыслимо в современных супермногодневках, как кажется многим спортивным директорам, отсутствие радиосвязи между гонщиками и техничкой, потому что они постоянно говорят – вот тот опасный уехал, делай это. Выстраивайтесь, догоняйте, отдыхаем. Соответственно, на каждый отрезок дистанции, в зависимости от того, что происходит впереди, есть своя формулировка, и, в принципе, гонщики очень многие. Вот вы слышали, опять же, высказывание капитана Костаны, капитана Астаны Романа Кройсигера накануне, что он все-таки привык вот так вот ездить под указаниями, под суфлера, как говорится. Ну, вот и до Сан-Марина, и выше, и севернее колоссальное количество вот таких вот городков на Кулине, на Холмиках, городков, которые, некоторые из них сохранили свой облик с 14-го, с 15-го века, и для того, чтобы знать, что было в каждом из них, и чем каждый из них знаменит, нужно быть, ну, настоящим местным италоведом причем. Приехал Мачадо с норвежцем, и смотрим теперь, насколько они четко вливаются. В принципе, компания очень такая разношерстная. Интересно, что Валерио Аньоли страдал, у него было не очень хорошее самочувствие, об этом говорил капитан его команды. И вот он страдал, 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 и вы видите, что он уехал от Ниболи, его делегировали в этот отрыв, и таким образом он тратит сейчас силы и не боится этого. Морено, который организовал два вторых места на Орденских классиках, капитану нашей команды Хакину Родригесу, естественно, достоин всяческих благодарностей, и, разумеется, его по полному праву отправили в этот отрыв, не только для того, чтобы он раздражал кого-то и привлекал, отвлекал на себя внимание, но потому, что это один из шансов. Может быть, и другой шанс, он может посадить в последние горе, если вот этот отрыв будут съедать только на последней горке, она такая, с куличками, до 10% под самый финиш. И еще раз говорю, что это рельеф вполне соответствующий требованиям Орденских классик. Вот сейчас Морено на первой позиции, очень хорошая весенняя форма, вместе с тем беззаветно предан командным интересам и думает о себе в 58-ю очередь, хотя, в принципе, у Морено очень неплохие кондиции и очень неплохая нога в горы, очень приличный горный рывок, то есть, по идее, в идеале он бы мог тоже выигрывать такие гонки или становится призером в тех гонках, в которых становится призером его капитан и друг. Но Родригес сегодня может действительно и сам, если догонят, но опять же надеется он очень, так же, как и руководство, ведящее сейчас в тепличке и тоже комментирующее все движения для гонщиков. Вы видите, что Пучинский тоже не в первых рядах, вдруг так же близко поглядывает на Кантадора. На Кантадора глядеть особо бессмысленно, потому что понятно, что у него все в порядке. На данный момент у него все в порядке, но сканировать это все равно нужно. И наш опытный шоссейник абсолютно прав, потому что мы все 10 раз сказали себе, Кантадор это тоже живой человек, у Кантадора тоже могут быть какие-то проблемы. Сегодняшний этап, по крайней мере, один из самых нервных. Но вот смотрим. Гонте-Видон-Комбатте, подъем почти трехкилометровый, со средним градиентом, обратите внимание, под 9% и с максимальным 13%. Настоящая гора, но только то, что короткая. А так, если бы, допустим, умножить это расстояние, по крайней мере, на 3, то это была бы гора уже не четвертой категории, а где-то близко к первой. И поэтому, естественно, скорее всего, не будет спокойствия в основной группе. Скорее всего, здесь тоже пойдут атаки. По крайней мере, проверочные. Хотя до финиша еще будут пригорки приличные. И еще 72 километра до финишной черты. Наши ребята выстраиваются за Кантадором. То Брут помаячил, теперь садится Кучинский. Брут чуть-чуть подальше, но тоже здесь. Еще чуть подальше. И вся остальная гвардия Катюши очень серьезно настроена и мотивирована команда. И, кроме того, действительно, этап по-настоящему профильный. Один человек есть, догонять, соответственно, совершенно не надо. 2-0-2. Еще почти полминуты выиграли буквально в мгновение ока. Участники этого отрыва. Пока, вы видите, Саксабанк попустительствует всему тому, что происходит. И как бы предлагает, если есть желающие, догонять. И поработать немножко на нас, дескать. Привезти в очередной раз Кантадора близко. А там мы уж под финиш построимся так, чтобы его поприкрыть. Но там, кстати говоря, Филиппе, безусловно, очень важный стратег. Это фактически играющий тренер. Тозато. Матео Тозато из тех, кому уже под 40, тоже очень много таких гонщиков в нынешней Джерде-Италии. Джерде-Италия вообще собрала плеяду опытнейших спортсменов. И вот Тозато, который повозил в свое время немало спринтеров, строил поезда. И, естественно, знает, как избежать больших неприятностей на последних 10-15 километрах. Тозато сейчас едва ли не ключевой гонщик для команды Бьярны Риса и Альберта Контадора. И поэтому вот вчера он, например, получил очень высокие оценки и от прессы, и от своих товарищей по команде, от всех от всех. Действует очень хладнокровно, он читает гонку великолепно. И он знает, когда можно придержаться, когда нужно ехать догонять. Каким составом. Фактически в этой ситуации, когда имеешь такого опытного дядьку в составе, то, в общем-то, радиосуфлер и совсем даже не обязательно. Ну и вот, как один из вариантов, о котором говорилось сразу после того, что произошло воскресенье, как один из вариантов мог быть тот вариант, который бывал, допустим, в свое время у Амстронгской команды. Сначала у US Postal, потом у Discovery. То есть захватываем майку, обозначаем, кто в доме хозяин, кто сильнейший. А затем добавляем интриги, можно так сказать, делаем еще и подарок организаторов. Но заодно и бережем свою команду. То есть майку не без борьбы, скажем так, с некой, может, видимостью борьбы майку отдаем. И эту майку в течение какого-то времени защищают команды, которые, с точки зрения, опять же, вот этих стратегов, по большому счету не претендуют, ну или наоборот претендуют, но тратят силы понапрасну задолго до решающих мгновений. А когда в горные этапы пойдут не только дуплетами, но триплетами, то, естественно, там уже будет выстоять бесконечно сложно. Дэвид Миллар, который стал одним из архитекторов того, что мы наблюдаем сейчас, после того, как Лимовеля пересадил сюда. И Лимовель сейчас с хорошим запасом лидер генеральной классификации виртуальной по ходу гонки. Естественно, Миллар чрезвычайно доволен. Вот тоже еще один сверхопытный спортсмен, который сейчас съездил к техничке, пообщался со спортивным директором, возвращается без особого труда в группу. Нога в порядке, падения забыты, но не забыто, конечно, то, что обладал розовой майкой. Да, этап получился таким замернутым и чреватым самыми непредсказуемыми последствиями для генеральной классификации в плане розыгрыша сегодняшней победы. Ну, первонаперво, вот это пересадка капитана Рейдюшак. Отъезд португальца, насколько он серьезен, насколько он нервирует основную группу, в меньшей степени, гораздо, чем отъезд Кристофоля Мавеля. Потому что Мачаду все-таки много поймал на предыдущих ключевых этапах, и на сегодняшний день он проигрывает более 8 минут. И для начала гонки, если вот опять же то, что проиграл Меньшов, тут, например, Александр Аврам пишет о том, что... Ну, вообще, несколько было сообщений таких немножко расстроенных. И он говорил о пассивности ведения борьбы Меньшова. Надо умирать с музыкой, говорит он, а то получается, что едет туристом. И туристом он едет ни в коем случае. У него были проблемы с обострением аллергии, но это вроде бы потихоньку уходит. Чем севернее будет гонка, тем, соответственно, ему будет легче становиться, мы надеемся. Ну, опять же, многие непредвиденные вещи, потому что не всегда ты, естественно, знаешь, на что летящая у тебя может быть реакция. И, разумеется, хоть под... во время аллергии хоть под антигистаминными препаратами едется не очень, мягко говоря. Это я знаю прекрасно, поэтому что тут. Но самое главное, что было несколько высказываний Меньшова, и было довольно пространное интервью тем, кто с ним постоянно работает, тем, кто поддерживал, по крайней мере, до недавнего времени его личный сайт. И Меньшов обменялся с Велолайвом, с российским нашим ресурсом, обменялся мнениями. И по тону узнаю Меньшова совершенно. То есть Меньшов на данный момент не катапультировал ни в малейшей степени, не катапулировал, естественно, ни в малейшей степени, а он, в принципе, сейчас закусил губу и надеется, что это Джорна Тоно была последняя для него. По ряду причин, опять-таки, состоялось это поражение в воскресенье, но он чем дальше, тем больше будет вкатываться. И он будет контратаковать не тогда, когда нужно просто показать, вот я контратакую, я молодец, я умираю с музыкой, ну и в результате окончательно все отдать. Все это должно быть очень тщательно подготовлено. Меньшов вот так вот безоглядно никогда не импровизирует, поэтому будьте уверены, если он будет в нормальном самочувствии и предоставить себе хотя бы проблеск реального шанса, вот этот шанс будет использовать на 100%. Поэтому отбросим, какой бы то ни был скептицизм. Гонка на самом деле только-только еще распичигаривается, только-только еще начинается. Перемещаемся скоро в Северную Италию, пойдем по Доломитам. Гроссблок нарушит уже через два дня, и это очень тяжелый горный поединок, очень тяжелый финал недели перед днем отдыха. Там можно будет перекроить очень и очень многое пока. Вот даже насчет Кантадора пока ничего с уверенностью нельзя говорить, потому что дня три пройдет. Вот этих мы посмотрим, что там происходит с Контой. Но осторожнее Клаудио, говорим мы Клаудио Коцци, спортивному директору Катюши, работавшему еще с времен Тинькофф кредитные системы. С этими ребятами, не со всеми, с Морено, опять-таки он работает уже после того, как появились испанцы нового набора. Но, в принципе, он большой поклонник Испании, очень любит, когда выдается немного времени для отдыха, очень любит туда съездить, отдохнуть, подышать. Все ему там нравится. То есть он такой вот регулярный клиент Меридианы. Это такая есть малобюджетная. Есть ли, может быть, уже и в тяжелые времена, в кризисные, уже и закрылась эта авиакомпания, но всегда и в очень большом количестве итальянцы летали в Барселону, в Валенсию. Были чертовные рейсы постоянно и регулярные тоже малобюджетные для того, чтобы перевести туристов, которые считают испанские пляжи более благоустроенными. Соответственно, там, ну вот, у Крюсика проблема сейчас с радиосвязью. Не то, чтобы он решил пойти впереди всех и отказаться от радиосвязи добровольно, чуть меньше, чем на год ранее, чем это предусмотрено постановлением UCI. Естественно, все с точностью да наоборот. Ему радиосвязь нужна фактически как кислородная подушка. Отрыв объединил свои усилия и уехал на две минуты. Вот с этого момента Саксо Банк сказал «Ша». С этого момента отрыв расти перестал, потому что вот такое преимущество Кристофа Лемовеля для Кантадора совершенно с его точки зрения не опасно, если он даже становится на какое-то время обладателем розовой майки. Почему? Опять-таки я достаточно скептически высказываюсь о французе. Он, вообще-то говоря, заслуживает лучшего гораздо, потому что гонщик сильный. Он, например, случалось ему в Корее стать лучшим из французов на Tour de France. Неофициальный титул, но тем не менее титул, говорящий о том, что он действительно хороший многодневщик и супермногодневщик также. Но я не уверен, что он в состоянии продержаться в Сюджира на таком уровне, на уровне чемпионском или вице-чемпионском. Если он сумеет это сделать, в принципе, команда у него очень крепкая. Хотя и потерявшая Талера Фаррера, но в любом случае Фаррер его в гору-то не поддерживал бы, понятное дело. Но во всем остальном, в принципе, они действительно такие темные лошадки с несколькими очень известными спортсменами. Поэтому могут быть варианты и даже достаточно долгого лидирования до совсем уж невыносимых подъемов в Толомитах, где, скорее всего, ему все-таки не быть первым. То есть, естественно, все это крутится в мозгу. Естественно, это все просчитывается всеми, кто пытается решить все проблемы сразу. То есть, не укатать команду, не загнать ее. А в данном случае для VR-ной рейса это, конечно, безумно важно. Потому что такая серия горных этапов, которые все под контроль взять невозможно будет, просто по определению. Даже в старом составе Саксабанка, где было больше еще более именитых спортсменов и еще более крепких возрастных, таких в первую очередь, конечно, как Йенс Фогт. Его очень здорово не достает при таких построениях, но его роль прекрасно выполняет Матео Тозато. И это даже удивительно, насколько он здорово дирижирует сейчас командой, когда она борется за победу в генеральной классификации. Потому что у Тозато опыта такой борьбы нет. Он много работал на Александру Питаке, готовил ему атаки на финише. И он в этом огромный дока. Он работал на Тома Бонана. Он готовил победы на отдельных этапах для Паула Беттини. Он помогал Паула Беттини выигрывать чемпионат мира еще и не единожды. Но вот сейчас этот мощный итальянец, который, судя по всему, как любит, часто говорить в Италии, как хорошее вино от возраста становится только еще. Более ценным. Конечно, вот его работу переоценить нельзя. Но в то же время мы говорим о том, что Саксабанк пока еще все экзамены не сдал. И посмотрим, что там будет происходить дальше. На более сложных горах. Ну а сегодня, сегодня, в принципе, может быть и в самом деле, надо делегировать свои полномочия до какой-то большой горы. Хотя бы дня на три. Взять небольшой тайм-аут, взять небольшую передышку. Но не ленится. Не сачкует, работает хорошо и держит все равно на коротком поводке своих соперников. Тем временем заглянем на несколько мгновений на Тур-Калифорнии. Это гонка у нас в прямом эфире каждую ночь. И сегодняшняя ночь не будет исключением. В очередной раз спринтерская развязка. В очередной раз все холмики и серьезные подъемы преодолены всеми спринтерами. И Грегри Хендерсон стал не только победителем этапа, он стал еще и лидером общего зачета. Скай, собственно говоря, выиграл второй этап на нынешней гонке. Второй из двух возможных, потому что первый этап не разыгрывался. Он так и остался несостоявшимся по причине того, что там был снегопад. И очень жаль. Потому что вы посмотрите, какая атмосфера. Посмотрите, сколько зрителей в Калифорнии обожают велосипедный спорт на массовом уровне велосипедистов, шоссейников в Америке, как мало где еще. Да, у них нет такой высочайшей культуры, допустим, велосипедной, какая есть в Италии. У них нельзя сказать, что это на сегодняшний день часть национальной культуры в полной мере велосипедный спорт. И нет, собственно говоря, таких традиций, как та же самая Италия в Италии. Но, тем не менее, они очень стараются, чтобы у них через какое-то время было примерно то же самое, что и у итальянцев. И во многом в этом плане преуспевают. Хотя, конечно, адски тяжелых этапов, таких как здесь, адски тяжелых многодневок, таких как здесь, у них не было, не знаю, будет ли когда-либо. Один-два этапа действительно сложных горных, это присутствует. На многих это не на всех далеко. На многодневках, а вообще самая популярная гонка, это вы слышали, Василий Давиденко у нас в эфире совсем недавно во время тур Турции, который поднаторел в американских гонках, который очень много чего добился там. И вот он говорил о том, что, в принципе, конечно, американская гонка – это критериум. Это городские соревнования с огромным количеством зрителей, с промежуточными финишами, может быть, даже и с рельефом, но все это выглядит совсем иначе. Ну, это, стало быть, Грегори Хендерсон на данный момент лидер, его товарищ по команде Бен Свуфт, который выиграл этап накануне, он, соответственно, второй. На третьей позиции располагается Петер Саган, гонщик из Ликвегас, который с высокой степенью вероятности будет помогать Ивану Басо во время Тур де Франс. Ну, а с Иваном Басо история такая, очень многие интересуются, что и как, насколько серьезная травма у итальянского спортсмена. Поехал состав Ликвегас среди ребят, кстати говоря, которые поехали вместе с Иваном Басо. Было человека три, по крайней мере, с точки зрения Амадио, которые будут ехать и большую петлю тоже. Они уже фактически отобрались, это Боднер, Петерский и Корин. Интересно, очень, опять-таки, в Восточной Европе выйти в Ликвегас очень серьезно приставлено оруженосцами Ивана Басо. И вот они выехали на тренировку и попал в сточную канавку, не канаву даже, а в канавку небольшую, передним колесом. Иван Басо катапультировал, выбросил, а буквально вырвал, говорят, из вилки даже колесо. И он приземлился, ударившись очень серьезно лицом. В результате у него полтора десятка швов на лице, но боевой дух не сломлен. В первую очередь из-за того, что Басо прекрасно он видел все, что происходило на Твердой Италии, он прекрасно понимал опасность этого. Но, кстати, первый ужас, который накатился на него, касался того, что он сломал ключицу. Если бы он сломал правую ключицу, то тогда его Тур-де-Франс закончился, не успев бы начаться. А тут он пощупал, причем подвигал и почувствовал, что вроде бы все целое. Поехали, повезли его в больницу. Там, естественно, его подремонтировали более аккуратно, потому что рассечений очень много на лице. Правой стороной очень серьезно протерся и говорит, что, признается, что погиб бы, если бы не шлем. А шлем принял на себя удар, стесался очень сильно, но, соответственно, хотя травмы избежать не удалось, но удалось избежать куда более серьезных последствий. Плечо просветили, кости целы. Кости целы и на лице, слава богу, тоже, в отличие от того молодого гладского бойчика, который упал при прохождении эстрады Бьянки вот здесь, на Чирдоиталии. Таким образом, Баса урвался на тренировку даже сегодня утром, но доктор сказал ему, что этого делать не надо. И, соответственно, сегодня у него день отдыха не запланированный, но дальше все будет возвращаться, видимо, в тот график, который он себе выстроил для того, чтобы хорошо подготовиться к Тур-де-Франс. То есть, Баса поедет на Массив-Сентраль перед Дельфинато, как говорят итальянцы, называют Дельфина-Лебера именно так. Ну, потому что этот регион называется Дельфине, называется Дельфинато на итальянские манеры. Взаимосвязь, естественно, на этой части Франции и Италии всем хорошо известна. После этого поедет Дельфине, причем на результат, на серьезный, а потом еще будет разведка нескольких перевалов, которые, в принципе, знают, но хочет показать еще и товарищам по команде. Отрыв едет. Едет примерно на том же самом отдалении. Подъезжала основная группа, включающая лидера Контадора, на 10-15 секунд отыгрывалась, потом отпускала, тоже примерно до двух минут. И вот это именно тот просвет, который Саксо Банк готов дать возможность вести этим ребятам. Несколько слов о гонщике Катюши, который не часто получает право уезжать настолько надолго. Даст Бог до конца этапа тоже. Даниэль Морено собственно на слуху был и до того, как он попал в команды высшего дивизиона, даже в то время, когда он выступал за всем известный «Релакс». Почему? Потому что «Релакс» не соответствовал своему названию ни в малейшей степени. Вот вы видите подъем на Рапаньяну, здесь градиент в общем-то такой, что можно работать во многих случаях даже и на большой шестеренке. Ну и максимальный градиент хороший, а средний четырехпроцентный делает эту горку тренировочной. Но она более протяженная, чем предыдущая, пять километров с небольшим хвостиком. Продолжается общение между... Ну вот Сэлла. Ну Сэлла хорошее настроение, Сэлла... Вообще едет тихо эту гонку, но тем не менее входит в двадцатку сильнейших на данный момент. Никаких интервью за исключением самых своих, что называется, журналистов, с которыми у него хорошие взаимоотношения еще с... до дисквалификационных времен. Эммануэля ждет действительно по-настоящему больших предельных гор. Многие говорят, что Сэлла будет атаковать, где будет совсем круто и очень даже может быть, что он замахнется на Дзонкулан. Предшествует Дзонкалану такое... Вот опять-таки мне на Твиттер подбросил Оскар Кокенов ссылку на ютюбовский ролик. Кто-то снял, как подготовили организаторы этот спуск предшествующий Дзонкалану. И надо сказать, что я как человек горнолыжный могу сказать, что вот это натягивание сетки на входах в повороты да, это может спасти человека от того, чтобы он ушел под откос. Потому что опять же там таких вот стремнин сумасшедших, где дна не видно, как скажем, когда ты спускаешься по той стороне не со стороны Бормю, а в ту сторону в северо-восточную соответственно с что я имею ввиду? Я имею ввиду Паспаде Лостель. Вот там к трофой и спуск туда к лесу действительно такое, что ну там разогнаться толком некогда, потому что очень крутые повороты, очень короткие бремяки, но если представить, что кто-то кого-то понесло, то не дай бог там улететь, то ты будешь лететь там очень долго в Урганце и собирать капли. Здесь же ситуация такова, что это откосы, как правило, травянистые, не так опять же все это высоко, но естественно, поскольку дорожка, опять же, она так прорисована, очень узкая, не поймешь, где край, собственно говоря, на краю, оказавшись, можно запросто попасть на эту траву, поскользнуться еще более вероятно улететь, но как попытались, по крайней мере, решить эту проблему организаторы Джердо Италия, они понаставили матов на внутренних радиусах везде, где там скалы, деревья, правильно, сделали здорово, это безусловно, но вот эти синие сетки, которые они повесили, сетки, они наставили вешек, густо, часто поставили пружинищие вешки, которые тоже используются для того, чтобы отгораживать то за военные советы у Игима Поповича сейчас, ну, в принципе, для команды все сейчас нормально, более чем даже, замахнуться на победу на этом этапе, опять же, значит ли это, что окончательно дана отмашка Диагу Мощаду думать в первую очередь о каком-нибудь красивом этапе, не знаю, я говорю, наверное, во время второго дня отдыха мы сможем уже сказать, что кто-то вот окончательно выбил из борьбы за генеральную классификацию, а те, кто находится даже в 10 минутах от Альберто Контадора, не то, чтобы для Контадора самого могут рассматриваться как соперники, потому что он все же, конечно, 10 минут отыграть вряд ли даст, но вот что касается второго-третьего места, то они по-прежнему еще не то, чтобы были забронированы, кем-то, поэтому гонка вот этим, она интересна, что она совершенно непредсказуема в ближайшие несколько дней, что-то предсказывать начнем уже во второй день отдыха опять. Ну, так вот, возвращаясь к Кростису, к спуску, сумасшедшему вот этому Спасцу Кростис, в принципе, если ехать Скарпоне, не сдавайся. Призы, вы видели на плакате. Если рассматривать это как некую тренировочную тропинку, да, с которой спускается кто-то там на маунтинбайке или на шоссейном велосипеде, спускается опять-таки в своем темпе, а вот и сам Скарпоне, для которого, в принципе, сегодняшний этап может быть неплохим в плане финиша, но пока больше двух минут и Скарпоне хитрую улыбку прячет где-то там в уголках рта. Видно, что чувствует себя сегодня вполне нормально, ну а Питаки, Питаки сегодня будет вместе со всеми остальными Скарпоне ввозить. Сегодня он стопроцентный Грегори, это нисколько его не коробит. Питаки рождался в велоспорте как Грегори и всю свою велосипедную юность, собственно говоря, провел как Грегори, как мастер отрывов, поэтому то, что он сегодня отъезжал в отрыв с другими спринтерами, с двумя испанцами, это, скорее всего, возвращение, такой ностальгический момент, если угодно. Так вот, возвращаясь все-таки к сеткам этим. Сетки поставлены, ну, во-первых, так, на скоростных видах горнолыжного спорта ставят в несколько кордонов несколько слоев сетку и, в принципе, предполагается, что горнолыжник на высокой скорости во время скоростного спуска или Супер-Джи, если он вылетает, то одна сетка прорывается почти наверняка, вторая его уже где-то ловит, в третьей он, соответственно, запутывается. Здесь только один слой достаточно туго натянутой сетки и вы можете себе представить, сколько торчащих деталей у велосипеда и если гонщик, в принципе, выцарапывается по краю и вот он ловит, ну, педалью, наверное, педаль, если она с велотуфлями, застегнутой будет. Я думаю, все нормально сейчас у испанца. И вернется он по месту. Еще одна горка четвертой категории завершается, 5-километровый подъем за 54 километра до финишной черты. Так вот, эта сетка может быть опасной с точки зрения того, что гонщик отлетит и в кого-то попадет, если она отпружинит, если он... и он ее поймать может, эту сетку, и только в том случае она отработает, если он уже ушел в скольжение, упал и ногами вперед ударится с велосипедом в эту сетку, тогда действительно, да, она отработает на 100%. В общем, на самом деле тут больше вопросов, чем ответов. И если бы можно было твердо гарантировать, что гонщики будут максимально беречь друг друга, что они договорятся спуститься оттуда аккуратно, ну, какой, мимо ли поднесется оттуда, только лови его. И ничто его не остановит. 54 километра до финишной черты. Мы наблюдаем за очень острым, очень интересным этапом и хитряемся каким-то образом обсуждать и очень важные вещи, которые сопутствуют профессиональному велоспорту. Здесь вот, опять же, ко мне на твиттер, Саша Киселева прислала несколько твитов такое вообще пронзительное сообщение, что-то такое на грани, на самом деле, прозы и поэзии о том, что произошло, о той драме, которая произошла на Джердейталии, о ее ощущениях, которые из-за этого возникли. Цитировать совершенно бессмысленно. Опять же, в рамках особенно репортажа, потому что для того, чтобы это цитировать, для того, чтобы это прозвучало, к этому надо на самом деле подготовиться. Может, вы увидите, каким-то образом, в принципе, это не так сложно, потому что все то, что отправляется как бы с ссылкой, с упоминанием моего твиттера, найти тоже достаточно легко. Но в любом случае, спасибо, еще раз спасибо тем болельщикам, которые вот такие и которых у нас абсолютное большинство. Ну, так, возвращаясь к моментам более конкретным, к моментам этой безопасности, здесь придумывают, Тимофей, например, Тимофей Хохлов думает о том, что на сегодняшний день современные технологии дают возможность все-таки делать гонки более безопасными. Он говорит, что можно же внедрить защиту бедер, локтей, только не надо говорить о неудобстве, потому что есть современные технологии и материалы, есть ресурс уменьшение веса. Ну, Аньоли, вы видите, снял этот финиш без особого труда. Валерио смотрится хорошо и не были он будет полезен, так что он сумел в полной мере восстановиться. Большой радостей, Ансо, но очень вовремя. Так что все Грегори, судя по всему, в Ликвигас сейчас уже в норме. И опять, если всем говорит Тимофей сказать, что защита обязательно, то у всех будет, соответственно, равенство. К шлему можно добавить легкие интегралы, чтобы не ударялись лицами. Плюс, говорит, хороший вариант для велофирм, чтобы заработать. Но надо сказать, что любое нововведение, пусть даже направленное действительно по-настоящему на безопасность спортсменов, так, что там такое? Марки, салюта, ну, кому? Мы находимся в регионе Марки, Марки, напоминаем, и, соответственно, Марки Джани, местные жители кому-то салютуют, кому из-за загиба не было видно. Тут еще и маршал сопровождения доломал окончательно этот плакат. Между прочим, обратили внимание, что этот болельщик бежал в майке-польте в каких-то дремучих, затертых годах. И очень многие, кстати говоря, велоформы еще с 90-х годов по-прежнему верой и правдой служат, если не его трусы, которые, как правило, стираются все-таки, то майки очень многие носят свои просто исторические, которым уже по два десятка лет, и они выглядят фактически как будто вчера были сделаны, особенно если в жару и в кислотные дожди, как говорится, их не очень укатывают. Ну, на самом деле, вот это предложение Тимофея, эта мысль Тимофея, она выглядит не столь уж утопической, и вот видите, сейчас заряжает Морено вовсю на первой позиции в этом отрыве, и хорошо очень ринули сейчас на этом спуске, я думаю, что наверняка не будут уступать преследующей основной группе. Дело в том, что все это не лишено своего резона, только надо понять, каким образом это можно действительно провести законодательно в велоспорте. то есть наверное на сегодняшний день есть уже какие-то пластические материалы, которые обладают известной гибкостью, а не только легкостью, и поэтому защиту можно из этого как-то делать, можно ее как-то крепить, но это нужна действительно настоящая технологическая революция в плане средств обеспечения безопасности велосипедистов. То есть это должно быть что-то такое, что могло бы быть решено на самом высоком уровне, и опять же пробито через отчаянное сопротивление самих же для кого это делается, потому что это всегда было, да даже сколько, десятки лет прошло, прежде чем профессионалы стали носить шлемы, а впервые разговоры об этом, когда еще шлемы были эти колбасками, ну вот Данила Дилука, на которого очень многие хотели поставить на сегодняшнем этапе в принципе финиш этапа сто процентов под Данилу, но пока товарищ по команде в отрыве, догонит этот отрыв, другое дело, Дилука вполне может атаковать, давненько-давненько он не выигрывал на Джиро, нужно напомнить о себе, тем более, что на отдельных участках нынешней Джиро он уже показывал себя прежнего, еще не для генеральной классификации, но для отдельных этапов по крайней мере, смотрим за ним тоже внимательно. минута 50 просвета, Кристоф Лемевель, Даниэль Морено и их компаньоны продолжают держать примерно то же преимущество, либо, сформулируем это так. Им дают возможность держать такое преимущество, пока, как говорится, гром не грянул. Монте-Сан-Петранджелий, ну вы видите, сколько такого типа городков, ну, наверное, самый известный, с позволения сказать, городок, это Сан-Марино, который является еще и государством, собственно, столицей, точнее, миниатюрного государства, и много раз мы рассказывали о том, чем прекрасен Сан-Марино, чем прекрасна Монте-Титано гора. Скорее всего, я расскажу об этом поподробнее, когда будет этап супербайка 12 июня, там как раз будет на Мизану-Адриадико, на знаменитой трассе, которая отнюдь не находится на Монте-Титано, конечно, находится неподалеку, и те места очень известны всем велосипедистам, они очень часто там тренируются, очень часто организуются там сборы именно в этой части Адриадического побережья. Ну, вот такие города, орлиные городки, орлиные гнезда с непременными средневековыми кварталами, в центре, естественно, непременно собор, узенькие улочки, вот, собственно, особенно узкие улочки как раз сегодня в Кастальфидардо на финише сегодняшнего этапа, там вообще такие хитрые сплетения переулков, по которым уж точно не пошли никого из участников Дверда Италия, такие сложно мощеные, с огромным количеством остров-углов, темных уголков, и называется это коровий квартал, квартал, в котором еще 11-12 века даже дома сохранились, по крайней мере, отдельные стены этих домов, которые потом использовали для других строений. Даниэль Морено, сдавший сейчас смену, и опять поджидающий Клаудио Коцци за рулем первой технички Катюши, профессионал с 2005 года, три первых года он отгонялся за релакс, и дважды очень недурно финишировал на вуэльте, он уезжал в множество отрывов, но тем не менее не забывал о себе, как о генеральщике, и в конечном итоге добрался до 12-го места. В общем, в зачете это случилось в 2007 году, и это стало для него отличной рекомендацией на следующий год. Он подписался с Каждепарнь, с бывшей Бонесто, и с нынешней Мовистар, которая тоже здесь в этом отрыве представлена, как вы видите, и после этого еще дважды съездил на Джиру, и дважды вместе с Каждепарнь, не будучи, безусловно, капитаном этой команды, занимал место рядом с десяткой сильнейших на вуэльте, плюс еще стал вице-чемпионом тура Польши в 2009 году, а это уже про-тур на тот момент, и это очень серьезное достижение в карьере спортсмена, хотя в список побед и не вписывается, потому что там только первые места архивируются, и всегда все-таки, вы сами понимаете, обидно. На вуэльте после этого он нигде высоко не отмечался, но зато перешел в Омега Фармалотто, в прошлом году гонялся, а в помощь Хакину Родригесу его взяли с этого года, таким образом, он первогодок в Катюше, и отрабатывает свой хлеб очень старательно, по крайней мере, я уже отмечал, что успех на Амстелл Голдрейс и на Флэш Волонь, успех команды и Хакина Родригеса, это при самом активном участии, Даниэля Морено, который раскатывал, собственно говоря, на решающих неровностях своего капитана и, в принципе, показывал, что в случае чего может на этих неровностях и сам что-нибудь зацепить, вроде призового места, но сейчас все-таки работал в первую очередь на команду. Доезжал Джиро в прошлом году, тоже не дурно очень даже, 26-й, закончил генеральную классификацию, после этого, через менее чем полтора месяца стартовал на Тур-де-Франс и там тоже нельзя сказать, что Слава выступил, занял там 21-е место. Так что, в принципе, это человек с неплохими данными на генеральную классификацию, единственное, что вот ему 30 на сегодняшний день, кто-то скажет, что, в принципе, столичному жителю, еще одному столичному жителю, земляку Карлоса Састро и Альберто Контадора, они, правда, из Мадридской области, так сказать, но, в принципе, люди из одних пределов и у них очень неплохой контакт друг с другом. Эти выступают за разные команды. 30 лет, можно сказать, что вроде бы он себя уже проявил и мы уже понимаем, чего от него ждать, а чего ждать не стоит, но могут раскрыться гонщики и когда ему 30 с хвостиком и тем не менее на супер многодневках они могут по-настоящему поехать и даже вот с этого возраста, в 30-32, допустим, начать выступать по-настоящему. Ну а Кантадор тем временем опять побеседовал со своими товарищами по команде и, судя по всему, военный совет 100 зато закончится тем, что пойдет большей вертушкой Саксо Банк, по крайней мере, жест вот этот был, жест, обозначающий частые смены. Разрыв стабилен, тем не менее. Продолжаем общаться с помощью моего твиттера и Александра Лушникова или Лушникова, как правильно скажу Лушникова, если неправильно поправите, опять же пришлете. Так вот, Александра присылает сообщение, она, судя по всему, болит за Ниболи, говорит, как вы считаете, какой теперь тактике должен следовать он, чтобы выиграть гонку? По сути, говорит Александра Кантадору достаточно приезжать с Пелотоном, который больше минуты на финише не проигрывает, а Ниболи надо взять один-два этапа. Но этапами ограничиваться, наверное, не стоит, потому что Ниболи все уже сказали, что на Кростисе в состоянии две минуты привезти кому угодно на спуске. Ну, а там потом, правда, надо выстоять и подъем следующий, а подъем ой-ой-ой какой. С Мурилио Фишер что за беседы? А это касается Кристофа Лемовеля, я думаю, вполне, потому что Мурилио Фишер один из гонщиков Гарвин Сервелла и один из, причем, гонщиков, с мнением которого считаются не до такой степени, как с мнением Кантадора. Кстати, вот, ну, очень-очень многие говорят о том, что Кантадор чрезвычайно авторитетен и чрезвычайно позитивно к нему относятся в Пелотоне и как бы нет проблем с тем, чтобы избегать каких-то неприятностей и каких-то ударов в спину, потому что их почти наверняка нет и быть не может. Абсолютно авторитетный человек и, кроме того, опять же, не наживший себе врагов в Пелотоне, что очень важно. Сбежал Ферракон, кстати говоря, с пресс-конференции, не появился на пресс-конференции, перед этим говорил о том, что лидерство тяжело еще и тем, не только тем, что ты грузишь команду, не только тем, что ты сам находишься постоянно в трессовой ситуации, но и тем, что у тебя есть огромное количество прописных обязанностей, которые ты должен выполнять. И, в частности, это общаться с журналистами дольше, чем кто бы то ни был еще, проходить, разумеется, контроль и, кроме того, в спонсорских дополнительных мероприятиях принимать участие и, в принципе, каждый день это примерно стоит полутора часов, драгоценных полутора часов восстановления, говорит Альберто Контадоро, если это просуммировать, сколько этапов оставалось после воскресенья, когда я перехватил эту майку, то получается, что почти 20 часов будет вырвано из процесса восстановления, а это гигантская фора, которую лидер дает сопернику. Еще и поэтому, это огромный груз, еще и поэтому лучше бы эту майку дать кому-то поносить на какое-то время. Это между строк считалось. А потом эту майку взять обратно. Но, так или иначе, протокол есть протокол, и в данном случае, в отличие от нарушения марка Кевендиша, здесь все формальности были соблюдены, и Контадоро было штрафом годополучно. Это прогул пресс-конференции стоит не 5 копеек, он стоит 800 швейцарских франков, нет, даже 1000, по-моему, швейцарских франков или 800 евро, что-то вот в этих впечатлениях, в любом случае. Итак, виртуальная классификация, но давным-давно уже пора бы это было показать, что Лемовель лидер на трассе, лидер с почти минутным запасом над Альберто Контадором, и Лемовель понимает, что стратегически Контадоровской гвардии выгодно, чтобы на какое-то время полидировал кто-то другой, но не с большим преимуществом, с преимуществом, которое можно на одной горке, на одном только подъеме на горном этапе отыграть. И это, безусловно, уникальный шанс для французского спортсмена, у которого итальянское сердце во многом, который женат на итальянке, и они соседи фактически с Кеделлом Эвансом, у которого тоже жена итальянка, живут в италоязычной Швейцарии, и тот и другой. Ну, там более, как говорится, причесанная жизнь, более благополучная. Напоминает нам о том, что Лемовель выигрывал этап на Аджирдо Италия, что он в общей сложности одержал только шесть профессиональных побед, и дважды участвовал на Аджирдо Италия в гонке, которую он очень любит, так же, как и всю Италию в целом. В основной группе в принципе тоже может появиться дополнительная нервозность, но опять же, те, кто хочет отыграться из генеральщиков, думают, они рано ли сейчас пытаться это сделать. Сегодня Рванёш, через два дня на Гроссблокнере разберёт на запчасти Альберто Контадор, и будешь проклинать себя, что дёрнулся раньше времени. До Равенны завтрашний этап будет более-менее спокойным, почти наверняка. Ну, а сейчас, естественно, опять-таки, как кролики на удава, очень многие смотрят на Альберто Контадора, предполагая, что они просто не имеют права будить это лихо, пока оно сегодня, по крайней мере, тихо. И если пытаться его атаковать, надо это делать очень задолго. Тут я опять же частично отвечаю Александре на её сообщение, что Амадио считает, что команда готова хорошо раскатить, звинтить темп и катапультировать Винченцо Нибали заранее, за, допустим, два подъёма до финиша и пытаться вот там на дальних поступах искать победы, потому что пытаться выиграть Альберто Контадора на последних километрах каждого этапа абсолютно бесполезно. Он там будет держаться и наоборот, он будет атаковать и он будет всё забирать. Но ни в малейшей степени Нибали не сомневается в своей способности бороться за розовую майку и каждый из капитанов, кто находится по крайней мере в двадцатке или в 25-ти сильнейшем на данный момент, каждый из капитанов и их спортивных директоров говорит о том, что они гоняются для того, чтобы бороться за победу, а не для того, чтобы бороться за второе или за третье место. Что нужно себя мотивировать именно подобным образом, а уж там как сложится, это Милан покажет. Тот, кто ставит перед собой максимальные цели, тот добивается иногда целей промежуточных, это их вполне устраивает. Вот Милар тоже поехал побеседовать с Альберто Контадором, вы видите, тоже очень интересный с дипломатической точки зрения этап. И опять же, не сравнивайте ни в коем случае, потому что я слышал в былые годы эти высказывания с договорными матчами в футболе, здесь стратегия очень большая, здесь три недели истязающей тяжелой борьбы, и поэтому здесь нужно вести гонку умно, расчетливо добиваться временных союзов, временных альянсов, все расписывать, чем оригинальнее ты все распишешь, тем, соответственно, больше у тебя все-таки шансов и больше простор для маневра, и здесь ничто не противоречит правилам, вот такие вот вещи, как, допустим, сознательное делегинование лидерства кому-то еще. Не без борьбы, ни в коем случае, то есть не просто отдать, там пускай уезжает на 20 минут, хотя и такие ситуации тоже были, Ликвигас в прошлом году, как отпустил Даквилла, тот отрыв, в котором в итоге ехал вице-чемпион, при том, что он объективно был не сильнейшим гонщиком, но из-за участия в отрыве, из-за своей последующей стабильности, Дэвид Тароя стал серебряным призером Виталия. В этом году говорят о том, басковские руководители этой испанской команды, что, скорее всего, реальная для него цель в пятерке сильнейших. Если будет лучше, никто, естественно, не будет недоволен. Сергей спрашивает у Висконти, говорит, велосипед Чиполлини это модель или торговая марка? Ну, Марио Чиполлини партнерствовал с ИСД в прошлом году, теперь эта команда реформировалась, но марка Чиполлини осталась. Нет, Марио активное участие принимает в продвижении этого велосипеда со своим именем.